Шилкинский, Читинский, Хилокский, Улетовский районы – сладкие места для браконьеров. Только за последние 9 месяцев сотрудниками госохотслужбы выявлено 850 нарушений незаконной добычи. Предъявлен штраф на 300 тысяч и исков на сумму 4 миллиона 200 тысяч. Также за эти 9 месяцев лишены права охоты 66 человек по решению суда нарушения правил охоты и сроков охоты. Какие только уловки не придумывают браконьеры. К примеру, один убивает зверя, бросает его в условном месте и уезжает. А другой уже без оружия, едет по наводке и забирает тушу. На все вопросы полицейских отвечает, мол, я не убивал зверя, а нашел его. Но, по словам Александра Шкедова, такие отмашки уже не пройдут. Как только ты погрузил в машину мясо, это будет считаться незаконной добычей. Кстати, штраф за нелегальную охоту составляет до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет. Плюс ко всему конфискация оружия. Человека, для которого охота – хлеб насущный, такое наказание заставит серьезно задуматься. В этом году у нас недавно был выявлен случай незаконной добычи двух лосей на территории Кыринского района. Оформляясь материалы в Акше были задержаны нарушители. Также случай был в Кыре выявлен незаконной добычи двух косуль и зюбря. Самое резонансное дело на памяти госохотслужбы было в 2013 году, когда в Тунгера-Алекминском районе браконьеры уничтожили стадо диких оленей. Тогда у охотников обнаружили 28 туш общим весом около двух тонн. Расследование длилось около года. К ответственности удалось привлечь пока только одного – жителей села Маклакан. Ему дали 8 месяцев исправительных работ. В отношении остальных лиц решение пока не принято. Известно, что ущерб от вылазки браконьеров составил более двух миллионов рублей.